Приветствую всех, кто нас слушает. Меня зовут Наталья Лаврентьева. Я заместитель главного редактора портала tedvisor.ru. И со мной в студии Дмитрий Демин, директор дивизиона BIM компании Ascon. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Ascon – это хорошо известная IT-компания. Думаю, что большинству наших слушателей можно ее и не представлять. Ну, для тех, кто вдруг не слышал или слышал недостаточно, скажу, что это крупнейший российский разработчик инженерных программных продуктов. На рынке работает компания с 1989 года. Создает продукты и решения для 3D-проектирования, технологической подготовки производства, управления инженерными данными и жизненным циклом изделия, также нормативно-справочной информацией и решения для информационного моделирования среды общих данных инвестиционно-строительных проектов. В интервью с Дмитрием мы сфокусируемся как раз на последнем – на технологиях информационного моделирования. TEAM – это сокращенно по-русски, и BIM – по-английски. Генеральный директор Ascon Максим Богданов в марте рассказывал СМИ, что в 2022 году росту бизнеса Ascon очень способствовал спрос на решения, связанные с BIM-технологиями. На 260% выросли продажи новых лицензий решения Ascon Pilot BIM. И это в компании, насколько я помню, объясняли совокупностью ряда факторов, таких как необходимость замены иностранного ПО, ну здесь понятно, да, подоплека, западные вендоры от нас уходят, ушли. Также созданием новых производственных мощностей и требованиями государства применять BIM-технологии на объектах госзаказа, а в перспективе и в долевом строительстве жилья. И этот бурный рост спроса намекает на то, что на российском рынке BIM происходят определенные сдвиги. Дмитрий, к вам такой вопрос. Как вы можете оценить эволюцию российского направления BIM за последнее время? И, в принципе, на какой стадии сейчас находится наш рынок, и насколько сильно отстает у нас западного? Ну, если смотреть с истоков, что называется, да, перейти к истокам, то, наверное, с конца 90-х, начала нулевых, у нас стали появляться решения, связанные с автоматизацией проектирования, с автоматизацией процесса строительства. Мы, так исторически сложилось, изначально активно разрабатывали решения для проектировщиков, и тесно взаимодействовали именно с ними, с проектными институтами, либо с проектно-конструкторскими отделами на производствах. Потребность рынка, естественно, привела к тому, что в конце нулевых уже и в начале десятых годов стали активно развиваться эти решения. И, наверное, мы, Россия в смысле, да, и российские производители, российские разработчики, они активно обратили на технологии информационного лидерирования свое внимание именно в десятых годах. Собственно, у нас появились решения в конце нулевых, в начале десятых, связанные с техническим документооборотом. Это система Lossman PGS такая была, это такой прадедушка, можно сказать, или дедушка системы Pilot, системы Pilot Beam. До этого подобные настройки были для нашего машиностроительного глобального такого игрока, это Lossman PLM, где там были свои строительные настройки. Ну, это где-то в 2000-х годах в начале. Ну, по сути дела, да, в конце нулевых появился отдельный продукт, и он развился потом до системы Pilot. Что касается именно BIM-решений, ну, так называемых, сапровых, да, то есть то, в чем разрабатывать. Первые библиотеки строительные, например, в системе Compass, позволяющие работать непосредственно с объектами строительства, ну, например, там, со стеной, с балкой, там, бетон, с трубами, с трубопроводами, они появились еще в начале 2000-х, то есть эти библиотеки, ну, например, там, трубопроводная арматура, там, например, для тех же, ну, по запросам тех же проектно-конструкторских отделов непосредственно производства, то есть это и нефтянка, и химия, и металлургические заводы, и горнодобывающие отрасли. Но, понятное дело, что весь, скажем так, все разделы для объекта капитального строительства не закрывались, и требовалось развивать программное обеспечение. Ну, и, собственно, это привело к тому, что вот в 2015 году была на рынок выпущена наша BIM-система Ренга, которая сейчас, ну, она по праву можно называть первой российской BIM-системой, она сейчас активно продолжает развиваться, но до нее, еще раз повторюсь, были как библиотеки в системе Компас 3D непосредственно строительные, так и другие решения на рынке тоже присутствовали, может быть, в меньшей функциональности. Поэтому вот на 2023 год можно, наверное, уверенно сказать, то, что семимильными шагами эта торсель развивается. Продукты сейчас для того, чтобы произвести то же самое импортозамещение, они существуют, они есть и у Оскона, как у разработчика, и у других российских разработчиков, то есть мы здесь не единственные, естественно, на рынке. И, наверное, такой средний, так называемый средний САПР мы достаточно эффективно можем заместить именно нашими отечественными решениями. Тяжелые системы, дата-центричные тяжелые системы, такие как, например, DASO, Enovia, Aaveva, не знаю, там глобальный такой, глобальный игрок Bentley, там больше 50 различных систем, которые между собой интероперабельны. Вот это то, куда, наверное, будем развиваться. Сейчас я таких отечественных решений не знаю, там уровня гексагона того же самого. Но я думаю, что рано или поздно появится рынок. Просто игроки такие есть у нас, глобальные холдинги промышленные, которым такие системы нужны, просто необходимы для ведения бизнеса. Думаю, что туда будем развиваться. Ну и, собственно, активно смотрим тоже. И АСКОН тоже смотрит в этом направлении. Ну а в целом от западной отрасли у нас есть какое-то отставание? Насколько оно большое, если есть? Ну вот, еще раз говорю, по средним САПРам я считаю, что нет отставания от западной отрасли. Есть решения, которые, ну это и показал вот сейчас 2022 год, когда активно, и 2023 еще покажет, когда активно началось импортозамещение, когда сначала все, ну, опешили, не знали, каким образом дальше организовывать свою деятельность, но довольно быстро все пришли в себя, посмотрели. Мы участвовали во многих, ну, можно так сказать, наверное, опытных эксплуатациях, пилотных проектов, когда там чек-листы заполнялись, сверяли там функциональность. Ну и, в принципе, еще раз повторюсь, для разработки там проектной документации, рабочей документации, для деятельности проектировщиков, можно сказать, что решения сейчас отечественные есть, не только осконовские, то есть они есть. Отставание, ну, сейчас, вот оно было там в нулевых, условно говоря, отставание, там в начале десятых, может быть. Сейчас, мне кажется, что оно существенно сократилось. Согласно постановлению правительства РФ, с 1 января 2022 года исполнители госконтрактов застройки, как известно, должны использовать технологии цифрового моделирования. При этом в конце 2021 года разработчики сетовали на то, что рынок пока вроде бы не спешит внедрять BIM. Что изменилось с того времени? Не знаю, что за разработчики. Мы никогда не сетовали на то, что рынок не спешит внедрять BIM. Ну, а других рекламировать мы сейчас не будем. Да. Наоборот, мы интенсивно растем. Я сейчас за компанию Аскон говорю, да я думаю, что и отрасль тоже растет, а и IT-отрасль. Особенно в 2022 году это показывает. То есть интерес к технологии информационного моделирования, он был и до этого. И больше скажу. Те же самые крупные промышленные холдинги, они прекрасно знают, что это за технология. Они ее используют там с конца нулевых, начала десятых. Это крупнейшие компании отечественные, которые прекрасно понимают эффекты от этой технологии. Когда у них идет сквозной процесс, то есть проектирование, стройка и эксплуатация этого объекта, вот в эксплуатацию. Там и ремонты, там и цифровая информационная модель, там и лазерное сканирование. Это все было еще в начале десятых годов. Безусловно, вот это то поставление, о котором вы говорите, это 331-е постановление, оно, скажем так, принесло BIM или TIM в гражданский сектор, именно в госсектор, да, где действительно, ну, как правило, ни экспертиза не принимала цифровую информационную модель, ну, или принимала, но не как обязательную, да, как скорее вспомогательную. Ни там муниципальные управления капитального строительства, ни какие-то любые другие подрядчики не использовали просто. И здесь это влияние государства, конечно, ну, довольно сильное на именно ознакомление с этой технологией и на попытку ее, начало ее использования. И мы даже в 21-м году, то есть вот этот сегмент муниципальных заказчиков, он, ну, не был для нас, скажем так, до 21-го года коммерчески привлекательным. Ну, просто потому, что, как правило, еще раз повторюсь, довольно устаревшие технологии использовались. Но при этом больше 50 новых заказчиков у нас в этом сегменте появилось в 21-м только году. Ну, и в 22-м году, естественно, росло, и в 23-м продолжает расти. Здесь, безусловный плюс появления постановления 3031, но там вот, как вы сказали, не спешат внедрять в BIM, мы не заметили, мы, наоборот, заметили, что и спешат, и больше, скажу, ходили же опасения, что из серии, ну, вот все хорошо. Ну, и там по картам Дом.РФ, которые они там в 22-м году показывали, например, что вот основные регионы, которые используют технологии информационного моделирования, там, Москва, Московская область, Санкт-Петербург. И было описание, что вот из серии придем там в Якутию, придем на Дальний Восток, придем, не знаю, там на Сахалин, придем там в Ямал-Ненецкий там автономно, условно говоря, и там вот не готовы будут. Ничего подобного, прекрасно, люди все готовы, все прекрасно знают. Ну, вот им импульс дало постановление, и они обратили внимание на те решения, которые есть на рынке, и начали их экспертизу, начали принимать цифровую информационную модель. И я, ну, трудности, понятное дело, всегда есть, когда что-то новое осваивается, это нормальная практика. Но еще раз повторюсь, мы не встретили никакого-то глобального сопротивления, нежелания там или непонимания, о чем идет речь. Все все... И все рынок уже был разогретый. Кто? Коллеги, еще раз говорю, там умные люди все работают, они все прекрасно знают, что это такое. Им дали постановление, где-то активно с помощью локальных министерств цифровых начали выделяться бюджетные средства на закупку подобных, ну, например, продуктов там Аскона или любых других продуктов. И нормально все пошло, мне кажется. У вас такой был бурный рост по Pilot Beam в 2022 году. Не столкнулись ли вы с тем, как, скажем, некоторые разработчики, там не только в вашем сегменте, но в различных сегментах, с тем, что им не хватает ресурсов внутренних, чтобы обеспечить все эти новые заказы, все эти новые проекты? Насколько вам, может быть, существенно пришлось штат своего дивизиона расширять? Ну, ресурсы – это вообще всегда самые ценные люди. Еще раз я сакцентирую внимание слушателей, то, что я все-таки представляю именно интеграторский бизнес, а за разработку у нас отвечает отдельное подразделение, то есть я не руковожу разработкой или подразделением разработки непосредственно программных продуктов. Поэтому здесь буду информацией делиться, которую знаю просто от директоров именно разработки. Безусловно, штат расширялся и продолжает расширяться. Безусловно, ресурсы – это самый ценный товар на рынке, да, люди. Они редки, невозможно расшириться там в 3-4 раза, это ни у кого так не бывает, то есть несмотря на то, что, условно говоря, рост там в 2,6, как вы говорите, до 260%, в 2,6 раз увеличились продажи пайлот-бима, но это не значит, что там разработка увеличилась штатом в 2,6 раз. Ну, растем планомерно, потому что появляются новые задачи, появляются новые требования от крупных заказчиков, крупных игроков на развитие системы, на ее доработку, на появление новых функциональных возможностей, на ее, скажем так, утяжеление, да, потому что пайлот-бим все-таки это уже далеко не просто там технический документ оборудования, глобальная среда общих данных, позволяющая решать очень разные задачи. Что касается роста именно штата разработчиков, ну, вот приведу цитату Дмитрия Поскребышева, директор, собственно, разработки пайлот-бима, мы с ним разговаривали, тоже такой же вопрос ему задаю, давайте мы просто наймем еще столько же людей, возможности есть, рост есть, но так это не работает, потому что рост разработки, он должен всегда проходить плавно, потому что те разработчики, которые приходят, они должны, ну, максимально интегрироваться вот в эту вот среду, потому что это исключительно творческий процесс, в который нельзя просто так ворваться. И когда нанимается новый разработчик, естественно, он получает эти знания от разработчика, который давно работает. И вот если выдергивать разработчика, который давно работает на большое количество новых специалистов, ну, просто будет простой в разработке. Поэтому растем плавно, скажем так. А по вашему мнению, насколько целесообразно было бы в России принимать еще какие-то меры стимулирования строительных компаний к переходу на бим-технологии? И если считаете это целесообразным, то какие можно было бы меры принять в этом случае? Мне нравится, что вы спросили еще какие-то. А какие есть? Ну, тоже постановление. Это не мера поддержки строительных компаний. Стимулирование, стимулирование, скажем, перехода. Ну, это стимулирование, но это не поддержка. Это, ну, законодательная норма, которую надо соблюдать. Ну, первое, что на ум приходит, вот есть в машиностроении федеральные целевые программы, да, это выделение бюджетных средств на модернизацию и на оптимизацию производства. Ну, например, не знаю, там, тракторных, автомобильных, не знаю, танковых, каких угодно. Это достаточно распространенная практика. Регулярно эти программы, их довольно много, они разные, там, от Минпромторга, еще отряда других наших министерств, от Минцифры. И вот здесь, наверное, было бы неплохо, чтобы побольше таких программ было именно для строительных организаций. Может быть, для девелопмента отдельно сделать, может быть, для стройки внутри промышленного сектора. Ну, вот чего-то. Больше именно таких адресов. Да, то есть вот такая, насколько я помню, мы такую программу проводили в 2017 или 2018 году по линии Минпромторга как раз-таки. Там была часть, касающаяся именно проектных институтов. И ряд, ну, проектных институтов, проектных организаций, и ряд проектных организаций воспользовались. То есть там суть в чем? Допустим, приобретается энное количество лицензий программного обеспечения. Если я не ошибаюсь, по-моему, 60 процентов или 70, сейчас не помню, по-моему, 60, оплачивается государством. Это сделается для того, чтобы, ну, модернизация процесса производства документации по факту. И через год вот те, кто участвовали в этой программе, они, ну, отчитываются там в тот же Минпромторг, что да, вот мы внедрили, наши показатели там улучшились, допустим, выросли. Мы там сделали больше проектов, не знаю, там меньше потратили бумаги, выросли там штатно, там выросли качественно и так далее. Ну, там есть ряд критериев, по которым отчитываются. Вот такие программы были, ну, на моей памяти, по-моему, в 17 или 18 год. Больше, ну, пока-нибудь не было. Может быть, стоит вернуть. Мне кажется, было бы полезно. Может быть, вы направите какое-то предложение регуляторам? Ну, с удовольствием мы предложим что-то регуляторам. Сейчас активно, да, позвольте договориться, сейчас есть крупные, в том числе, программы, например, программы, индустриальный центр компетенции, да, но в основном там участвуют крупные игроки машиностроения. По ряду причин отраслевая стройка, ну, там не оказывается. Ну, не знаю, может быть, как-то условия какие-то, может быть, пересмотреть, как-то поменять условия, что-то предложить. Ну, это вот то, что на ум первое приходит. Второе, ну, наверное, может быть, какие-то меры по поддержке, допустим, те, кто делает цифровую информационную модель, кто работает по технологии информационного моделирования, какие-то, допустим, приоритеты в каких-то конкурсах, может быть, ну, я имею в виду, в тендерах, допустим, получали бы. Ну, вот то, что приходит на ум. И летом 22-го года компания Ascon выпустила стандарт BIM для российских компаний. Расскажите, пожалуйста, насколько рынок его принял и помогает ли этот стандарт вашим заказчикам? Если помогает, то как? Ну, наверное, рано говорить еще о том, принял рыбой рынок или не принял. Не так много времени прошло. Стандарт – это все-таки такой документ, который не является статичным, он живет, он развивается. У нас есть, и более того, даже публичные примеры есть. То есть, ну, я имею в виду кейсы, которые мы там публикуем на своих информационных ресурсах. Тех организаций, которые используют, применяют именно наш стандарт в своей работе. Мне кажется, то, что документ очень полезный, интересный. Он не привязан, как, например, аналогичные стандарты от западных вендоров. Он не привязан к какому-то конкретному программному обеспечению, он привязан к процессу. И именно по процессам заказчик сможет, по вот этим схемам процессов, сможет наладить или как-то улучшить, или как-то оптимизировать свою рабочую деятельность. Понятно дело, что мы в своих схемах указываем для среды общих данных Pilot Beam, для среды разработки это будет Rengo и Compass. Но, по сути дела, если заменить их на какие-то другие решения, ничего не поменяется. Да, также подходит. Поэтому это больше документ именно про процессы. Сейчас в стандарте реализован процесс непосредственно проектирования, процесс сдачи в экспертизу. Ну, мы планируем дальше развивать его. Он будет дополняться, допустим, появлением исполнительной документации. То есть это уже этап строительства. Появление эксплуатационной документации. Это этап, соответственно, эксплуатации здания, сооружений. Это в этом году, да? Нет, это я так, на перспективу. Мы постоянно с ним работаем. И я не думаю, что в этом году что-то появится. Я думаю, что в ближайшие 3-5 лет это будет развитие документов. То есть вы на основе фидбэка от своих заказчиков собираете эти отзывы и прорабатываете дальнейший план, как будет развиваться стандарт? Да. Если говорить о функциональных возможностях продукта Pilot Beam, то какими ключевыми функциями он обладает на текущий момент? Расскажите, пожалуйста. Ну, как я уже говорил, система Pilot Beam на данном этапе своего развития уже представляет такую глобальную среду общих данных, инструмент для организации глобальной среды общих данных, у которой несколько таких весомых и важных функциональных возможностей для решения задач заказчика. В первую очередь, это организация любого документа оборота. Ну, как организационно-распорядительного, так и технического. Что это значит? То есть с помощью нашего решения любая организация сможет автоматизировать процессы, связанные с хранением документации, ее согласованием, ее версионированием и поиску по этой документации. Это все, что касается непосредственно документов. Типы документов могут быть любые, как и, впрочем, и файлов. Вторая такая глобальная задача, которую позволяет решить наша система, это работа с цифровой информационной моделью. Под работой с цифровой информационной моделью я подразумеваю сборку цифровой информационной модели объекта строительства. Она может состоять из одной части, либо из неограниченного количества частей. То есть мы позволяем работать с большим объемом данных с помощью этой системы, с помощью Pilot Beam. Естественно, помимо сборки, это аналитическая отчетность. То есть мы можем, например, объемы вытащить из цифровой информационной модели. Как объемы материалов, так и ведомости объемов работ вытащить. То есть информацию отдать дальше ответственным лицам, которым эта информация нужна. Проверить на коллизии. То есть до этапа строительства найти какие-то опасные пересечения, которые будет очень дорого исправлять на этапе стройки. Лучше это сделать на этапе согласования цифровой информационной модели. Вести командой проектировщиков, командой согласующих одновременно неограниченное количество человек может вести переписку по модели, ставить замечания на модели, каким-то образом позиционировать модель для согласования, то есть, например, секущие плоскости применять, показывать, отключать какие-то уровни или, например, оборудование, или этажи, или абсолютно любые объекты. То есть вся работа с цифровой информационной моделью ведется через систему Pilot Beam. Это этап проектирования. Допустим, проектирование с чистого листа нового капитального строительства. Если мы говорим, например, о этапах реконструкции или, например, стройки в уже, скажем так, застроенном пространстве, ну, например, вы строите новый цех посреди завода, вам необходимо организовать строительство, организовать строительную площадку, понимать, каким образом будут доставлены материалы, где они будут лежать, и не заденет ли кран там соседний цех, условно говоря. Это работа уже с лазерным сканированием и с облаками точек. То есть мы можем в систему подгрузить действующие объекты и уже в этой среде проектировать новый объект, либо реконструировать, например. То есть сняли облако точек цеха, и внутри цеха что-то там оборудование доставляем, например, тянем новую трубу, или меняем проемы, или меняем балки. Буквально вот накануне, может быть, там месяц или два назад, сейчас не помню, то есть в прошлом году появились инструменты измерения внутри модели, то есть как непосредственно BIM-объектов там, так и облако точек. Сначала появились просто измерения по граням, и вот буквально там месяц-два назад вышло, расширили этот функционал, можно мерить там от точки до точки, вот такие вещи. Причем как по облакам, так и непосредственно по цифровой информационной модели. Ну вот, наверное, две таких, два глобальных блока, которые закрывает. То есть это и документ-оборот, и работа с цифровой информационной моделью. Очень важно упомянуть то, что Pilot BIM максимально интероперабелен. Он работает через формат EFC, и если наш заказчик, например, не использует наши решения для разработки BIM-модели, а использует какие-то другие решения, это ему не помешает никак использовать систему Pilot BIM. Через формат EFC мы сможем передать данные, ну, кому угодно. А для проектирования, насколько масштабных, максимально масштабных объектов подходит Pilot BIM? Ну, важно, он не занимается проектированием, да, он все-таки, он занимается, да, консолидацией данных. Ну, тоже вот приходит последнее, что Наум, это проект, который ввели в ННГСУ, это Нижегородский государственный строительный университет, совместно с Высоцким консалтингом, и, по-моему, Русатом там тоже принимал участие, 600 объектов они загрузили туда в систему. Это полноценные BIM-объекты зданий Нижнего Новгорода, то есть это город фактически, это с мостами, там, не знаю, с реками, с дорогами, ну, внушительный, ну, довольно интересный кейс, он активно освещался в прошлом году в сети, и нашим слушателям, если будет интересно, я думаю, что они найдут просто там Нижний Новгород, Pilot BIM наберут. И это не предел? Это не предел, это не предел, это в том числе одна из особенностей, которые, вот у нас начинался с вами разговор с того, что насколько мы вообще, там, технология информационного моделирования в России, там, либо отстает, либо насколько она менее популярна, там, чем на Западе, и говорили о том, что есть, естественно, куда расти. То вот что касается функциональной части, например, того же Pilot BIM-а, то с аналогичными западными системами, которые выполняют похожие задачи, скажем так, да, то есть не прям такие, но похожие, скорости и загрузка больших объектов существенно выше в нашем решении. То есть это показывают и тесты, это показывают заказчики. В общем, при этом еще есть куда расти, естественно. Так, ну и как раз следующий вопрос, связанный именно с этим, как вы планируете развивать Pilot BIM? Какие новые технологии, интеграционные возможности планируете реализовать? Ну, тоже, думаю, коллеги не будут против, поделюсь информацией от вендора непосредственно, да, Дмитрия Поскребешева, от вендора Асконсистемы проектирования, которая является правообладателем системы Pilot BIM. Все довольно прозаично и понятно, много продиктовано текущими событиями и текущей ситуацией. Прежде всего, это поддержка Linux-систем, то есть возможность появления кроссплатформной версии, скажем так. Это будет веб-версия, Pilot BIM в вебе, то есть он может работать, соответственно, и на Linux, и на Windows. И здесь имеете в виду, в том числе, основанные на Linux и российские апелляционные системы? Конечно, конечно. Ну, по сути дела, неважно, браузер есть, и мы работаем в браузере. Важно отметить, что серверные части у нас уже работают на Linux, потому что, допустим, если компьютеры пользователей, армы так называемые, еще могут там на Windows работать, ну, может быть, где-то, ну, сейчас много где еще используются, понятное дело. Но серверные части много кто перевел на Linux достаточно давно. Ну, например, даже в Асконе у нас серверная часть на Linux, наши собственные сервера. Так вот, серверные части Pilot BIM, они достаточно давно, ну, вот Pilot BIM больше полугода, а сам Pilot сервер, он достаточно давно на Linux работает, уже лет пять или шесть. То есть это для нас, ну, не новинка, скажем так. А вот клиентская часть, так называемая, да, где, собственно, вся работа происходит, она будет переведена до конца текущего года. Мы в первом квартале, я думаю, следующего года получим какой-то уже релиз, который можно будет в коммерческом поле использовать. Это первое. Второе, такое глобальное улучшение, глобальное развитие, на которое компания обращает внимание и тратит много сил, это, ну, так называемая, кластеризация и усиление отказоустойчивости системы. То есть сейчас, как правило, мы используем один сервер, и технологии Pilot BIM позволяют использовать один сервер для неограниченного, ну, довольно большого, скажем так, количества подключений. Но мы прекрасно понимаем, что есть заказчики, которым нужно, скажем, там, не сотни лицензий, а тысячи лицензий. И больше, скажу, даже появляются заказчики, которым нужны десятки тысяч лицензий. Это требует уже совершенно другого подхода к именно архитектуре системы. И вот такая работа также ведется, мы планируем до конца года ее завершить. Это для того, чтобы одновременно десятки тысяч пользователей могли работать с системой, и система обладала определенным уровнем отказа устойчивости. То есть это работает некий по распараллеливанию. Да, совершенно верно. По распараллеливанию серверных мощностей, по распараллеливанию каналов передачи данных и так далее. Это основное, что планируется? Это вот глобальные вещи, которые планируются, на которые разработка тратит большую часть своих ресурсов. Понятное дело, что появляются всегда какие-то новые локальные решения, функциональные решения каких-то небольших задач. Появляются и большие, скажем так, функциональные новинки. Вот буквально сегодня или вчера в канале Пайлот Бима в Телеграме вышла новость о том, что будет презентация оптимизации системы координат. То есть чтобы можно было... Ну, я попытаюсь понятным для слушателей языком сказать. Это когда, допустим, модель находится в Санкт-Петербурге или в Москве, допустим, но проектировщик по какой-то причине начало координат задал в Тихом океане. И для того, чтобы эту модель понятно открыть, для того, чтобы можно было с ней работать, чтобы не было искажений, вводятся там так называемые дополнительные системы координат для того, чтобы оптимизировать эту работу. Вот буквально в этом квартале будет выпущен этот функционал, и уже вот вебинар планируется, чтобы заказчику рассказать, как с этим работать. Вот такие планы. Интересно, конечно, было бы узнать о том, кому нужны тысячи, десятки тысяч лицензий. Не могу сказать. Но я так предполагала, что вы вряд ли скажете. Может быть, можно хотя бы сказать, например, в какой сфере, в какой отрасли? Тоже не могу сказать. Но могу сказать, что это, естественно, промышленный сектор. Это не гражданское строительство, это промышленный сектор. В прошлом году, судя по статистике, которую приводили в компании в марте по продажам лицензий Pilot Beam, активность по переходу была довольно высокая с зарубежных решений. В этом году вы наблюдаете такую же тенденцию? В этом году, я думаю, что будет больше активностей. Объясню, почему. Потому что прошлый год это все-таки был год выжидания, анализа, год какого-то сравнения чего-то перед выбором. Год опытных эксплуатаций, ну, как хотите называть. Плюс, не забываем то, что вендора западные, они, конечно, ушли, но много кто приобретал лицензии, например, трехлетний. Это бы и выгоднее. И, как правило, это та же самая промка, промышленный сектор. Он, как правило, таким образом себя демизирует, свои затраты на лицензии. И далеко не у всех лицензии кончились, далеко не все еще лишились инструментов. Но 22-й год прошел, всем все стало понятно, потому что там еще в сентябре ходили слухи, что вдруг вернуться каким-то образом, еще что-то. Все сейчас все прекрасно понимают. И я думаю, да и мы, собственно, это отмечаем, что 23-й год это как раз-таки год еще большего роста. И плюс, наверное, они смотрели, как у коллег это все происходит. Конечно, да, кто-то смотрел, а давайте мы подождем, возьмем выжидательную позицию, будем смотреть, кто по цеху там поменяет, а мы там еще присмотримся. Ну, это время прошло. Сейчас время принимать решения. И однозначно это должны быть отечественные решения. То есть это, я думаю, все прекрасно понимают. Хотя бы просто потому, что, как сказали коллеги, не буду, тоже не помню просто с какого предприятия, но с машиностроительного сектора, по поводу Сименса. Вот они прямо говорят, да даже если вот вернутся, допустим, коллеги из Сименса, то доверия к ним уже нет. Конечно. Потому что у нас были проблемы с производством. Никто не хочет терять деньги, это бизнес. Никто не хочет, чтобы вставало производство, чтобы техническая поддержка пропадала. То есть один раз ушли, были проблемы, даже если вернетесь, ну, там, говорят, мы не хотим уже больше работать с Сименса. Ну, в общем, да, уважаемые партнеры стали менее уважаемыми. Да, это вот в этом-то проблема. То есть, ну, даже хорошо. Ну, вернуться, я всегда за то, чтобы была хорошая, здоровая конкуренция. Это правильно, это нормально. Но ситуации бывают разные, все все понимают. Поэтому 23-й год, это год выбора, мне кажется. Ну, и даже если они вернутся, то люди уже вложатся в новые проекты, это тоже трудозатраты, это денежные затраты, поэтому перескакивать по 10 раз туда-сюда, вряд ли они станут. Все прекрасно умеют читать стоимость владения, все прекрасно умеют читать свои бюджеты, свои статьи затрат и так далее. То есть все, и IT-директора весьма умные люди, они все прекрасно знают. Конечно, конечно. И предлагаю немножко, наверное, пофантазировать под конец. Как вы считаете, можно ли ожидать создания в России цифровых двойников всех многоквартирных домов и крупных промышленных объектов? Если коротко, ожидать можно. Давайте немножко расскажем, когда. Работа, она ведется в этом направлении и давно, и больше скажу, очень в разных плоскостях. Есть государственные инициативы, инициатива Минстроя, инициатива Главгосэкспертизы, есть ГИСУГД, который сейчас активно будет внедряться и использоваться именно в сфере работы с городской средой, с планированием и так далее. Есть геоинформационные системы, так называемые ГИСы, которые активно развиты, они используются, все они есть, да и мы их тоже постоянно используем, эти системы. А есть BIM-системы, то есть это системы, которые как раз-таки предназначены для того, чтобы всю эту информацию, о которой вы говорите, ее хранить, чтобы это был не просто кубик, как вот мы смотрим, не знаю, в Яндекс.Карты, ну домик есть, да, вот я сейчас ехал к вам, смотрел, куда я еду, домик, ну стоит, вот это кирпичик какой-то, параллелепипед, да, информации вот через Яндекс.Карту я там либо найду, либо не найду. Есть геоинформационная система, где найду точно, но опять же, я не знаю параметров, я не буду знать, что там за балки стоят и так далее. То есть с точки зрения там ремонта довольно бесполезный кубик, хотя для людей это все нормально работает. Так вот я думаю, что будут развиваться как раз-таки системы класса сред общих данных типа Pilot BIM-а, типа других решений, и вот они поглотят в себя возможности там геоинформационных систем, ну просто потому, что будут развиваться процессорные мощности, будут развиваться мощности памяти, и естественно удобнее и правильнее будет работать с городами через такие системы, через среды общих данных, которые, ну на базе того же самого там AFC формата или какого-то другого формата, скажем так, XML формата там какого-то или еще. Поэтому и VR будет развиваться, и дополненная реальность будет развиваться. Это неизбежно, хоть просто потому, что это приносит определенные эффекты, которые очевидны. То есть это можно банально удешевить там стоимость перекладки труб, потому что сначала посмотреть это все в 3D. Так что вот мы недавно для СРО делали вебинар, и в конце тоже зашла эта тема, то что вот вроде как над поверхностью много чего есть, ну я имею в виду над землей, то есть сама уже более-менее понятно. А вот сетями это сложно, их сложно оцифровать, многих просто нет, многие указаны там на старых планах, если мы про городскую среду говорим. Ну мне вот это зона роста, это то, что надо делать, и вот как раз начали копать там одну трубу, задели другую трубу, все сидят, смеются, потому что они все это знают, это сплошь и рядом происходит. Для того, чтобы такого не было, это нужно развивать. Но я думаю, что как раз-таки вот среду общих данных, они будут развиваться, вы спрашивали, с какими объемами данных могут работать, будут развиваться до того, чтобы работать с данными уровня городов. Думаю, что даже Москвы, да. Ну что же, Дмитрий, спасибо вам большое за интересные ответы на интересные вопросы. Вам спасибо за интересные вопросы, вот так вот. Надеюсь, что нашим слушателям тоже было интересно, и надеюсь, что мы с вами еще встретимся в других подкастах. Да, вам огромное спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»